Скульптурная композиция Выставки, спектакли, концерты. Смотрим! С 27 сентября по 8 октября в Ростовском областном музее изобразительных искусств. Сострадание, страсти и любовное соперничество. В спектакле «Идиот» по главам одноименного романа Достоевского на сцене театра драмы и комедии имени Комиссаржевской 29 сентября. 6-й театральный фестиваль «Русская комедия» пройдет со 2 по 11 октября в Ростовском драм-театре имени Горького. Вас ждут постановки из театров Тольятти, Омска, Петербурга, Ставрополя, Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы. Три монопьесы о женщинах, любви и жизни в постановке «Человеческий голос» на сцене Ростовского театра «Человек в Кубе», «Марсельский призрак», «Равнодушный красавец» и «Человеческий голос» 4 октября. В Шолохов-центре с 20 сентября по 1 декабря работает выставка «Восток. Другая красота». В конце лета российское кино отметило столетие, и наш регион, конечно, вписан в эту историю. И пусть кинофестами нас не балуют, хотя мы уже второй раз принимаем фестиваль уличного кино, где, кстати, впервые в этом году провели конкурсную программу «Ростов на экране». Об этом мы рассказывали в одном из выпусков «Все культурно». Напомню, зрителям показали 8 короткометражек ростовских режиссеров, и они, светя фонариками, выбрали ленту «Максима капли в темноте». Это вторая серьезная работа режиссера. Кстати, первое приглашение в кино также участвовало в конкурсе. Мы встретились с Максимом и поговорили о предстоящем прокате фильма «Победителя». Максим, фильм «В темноте» стал победителем благодаря зрителям. Важно ли вам это как режиссеру? Ну, безусловно, это приятно, потому что кино снимается для зрителя. И когда зритель голосует за твое кино, ты понимаешь, что, видимо, в стоке что-то получилось. Призом стал недельный прокат фильма в кинотеатре. Было принято решение взять предыдущую нашу работу, чтобы совместить два фильма, чтобы зритель все-таки шел в кино не на 25 минут, а хотя бы там провел час. Хотелось бы узнать про фильм «В темноте», потому что премьера была год назад, больше года назад, и именно в доме кино все это происходило. Идея родилась много лет назад. Мой друг, писатель, и он же автор сценария этой картины, рассказал историю о том, как в Польше встретили пару взрослых людей. Он потерял зрение, и она создала полностью идентичные ему условия в их же квартире. Она погрузила квартиру в темноту и захотелось рассказать об этом. Но рассказать не о том, как они живут в этом состоянии, а рассказать, как она к этому приходит, потому что это ее поступок, и на наш взгляд это очень сильный поступок очень сильного человека. Премьерный такой международный показ был на норвежском кинофестивале, а следом был российский показ на кинофестивале в Сочи. Создавая кино, я никогда не рассчитываю, не думаю о том, что мне надо снять фильм для фестиваля, потому что тогда ты начинаешь сам себя обманывать, сам себе противоречить, и ты, в принципе, перестаешь быть режиссером, который хочет рассказать историю. Ты становишься каким-то ремесленником, который хочет где-то кому-то угодить. Почему на короткий метр был выбран? Что за формат такой? Ну, он ближе просто? Дело в том, что короткий метр можно сделать своими силами. Ответ здесь очень прост. Это бюджет. Ну и плюс ко всему, у короткого метра всегда есть больше возможностей эксперимента и поиска своего пути. Полный метр – это то, о чем я мечтаю давным-давно. У меня сейчас лежит на столе сценарий полного метра, который процентов на 70 уже написан. Но полный метр – это совсем другой бюджет, это привлечение каких-то дополнительных средств, продюсера и так далее, и так далее, и так далее. Пока я еще не вышел к этим людям, не встретил этих людей, поэтому я иду по пути короткого метра. То, что более доступно. Если есть цель и задача создать на Дону кино и начать снимать хорошее кино, то надо начинать, наверное, все-таки в первую очередь с образования. Остроить какие-то, создать какие-то летние лагеря, привозить каких-то хороших, интересных режиссеров, операторов. У меня, к сожалению, до сих пор нет профильного образования. Но вот с того момента, когда я понял, что я хочу посвятить свою жизнь кино, это были старшие классы школы, я стал собирать в себе большую библиотеку, связанную с кинематографом, в виде книг и в виде фильмов. Пересмотрел там всю историю кино, начиная от Эйзенштейна, Феллини, Пазолини, Бертолуччи, Бенуэля и так далее. Параллельно с этим всю жизнь читал книги. Параллельно с этим пытался что-то снимать, практиковался. И на протяжении всего пути я стараюсь ездить там по стране или где-то, если есть возможность за границей, на какие-то мастер-классы, на какие-то обучающие программы, там короткие, увы, короткие, потому что, к сожалению, времени нет поехать поучиться, там год, два, три и так далее. Поэтому стараюсь постоянно заниматься своим образованием и поиском знаний. Сейчас у меня на монтажном столе лежит полный метр документального фильма, который я снял в начале лета. Это очень большой проект. Я очень давно хотел снять документальный фильм, но так же давно я не мог найти тему, которая меня затронет. И я увидел эту тему, которая меня безумно зацепила, впечатлила. Не хочу каких-то спойлеров. Хочу сказать, что надеюсь, что оно получится, и я смогу всех потом пригласить и всем показать эту работу. Рассуждать о ступнях значит говорить о красоте. Так думали китайские мужчины вплоть до 19 века. И чтобы им понравиться, женщинам приходилось бинтовать ноги, буквально деформировать их, и все ради изящности. Специальные китайские шелковые туфельки для бинтованных ножек, а также украшения серебра и сердолика, живопись, ковры, шкатулки. Более 300 экспонатов привез Государственный музей Востока в Шолохов-центр. Там открылась новая выставка «Восток. Другая красота». Вот такие миниатюрные, словно бутон цветка, шелковые туфельки размером от 7 до 12 сантиметров породили в Поднебесной еще в 10 веке настоящий фуд-фетишизм. А началось все с золотого лотоса. По преданию, на нем буквально на кончиках пальцев танцевала любимая наложница императора Ли Юй. Этот танец был настолько прекрасен, а ее маленькая ножка так легко скользила по лепесткам этого лотоса, что все другие наложницы императора и другие придворные дамы захотели иметь такие же маленькие изящные ножки. Именно с тех пор китайские женщины в возрасте от 3 до 12 лет… Он очень сложный, он состоит из нескольких деталей. Он имеет деревянную основу, похожую на раскрытые крылья бабочки. И косы. Ну, наш, это уже модель, косы синтетические, а в настоящем костюме используется натуральный волос. Из фондов Государственного музея Востока в Шолохов Центр привезли больше 300 экспонатов. Каждый зал условно разделен на культурные пространства. А это набор украшений туркменской красавицы, их излюбленное сочетание – серебро и сердолик. А это височные серьги, которые носились, прикреплялись они, насколько я понимаю, к головному убору. Они были слишком тяжелые. Естественно, что мочка уха женская, нежная, она не могла выдержать такой тяжести. Вот. А это нагрудные украшения. Вот, как вы видите, они более массивные, но, с другой стороны, несмотря на эту массивность и вот эту тяжесть, они, видите, такие очень ажурные, создают впечатление такой легкости. И почти кружевные. На этом все культурно прощается с вами. В следующем выпуске расскажем об открытии театральных сезонов на Дону. С вами была Юлия Сурикова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова